друзья приветствую вас на канале империи инструмента сегодня с вами антон и поговорим и о новинке от компании мелоки как вы уже догадались это будет аккумуляторный неллер но прежде чем мы начнем сам обзор хотелось бы вернуться к нашему розыгрыш который сейчас проходит ребят мы заметили подозрительную активность скажем в нечестной игре а именно накручивание лайков да и вынуждены внести коррективы в условия также мы видели ваши комментарии о том что игра идет нечестная поэтому мы выберем 10 человек не комментариев а именно 10 разных людей на понравившиеся нам их слоганы и рандомно выберем победителя то есть из этой десятки рандом будет выявлять нашего победителя еще раз извиняюсь за то что внесли коррективы но мы вынуждены это сделать чтобы игра была честным ну а теперь к самому обзору так как я и сказал уже это будет неллер неллер который на сегодняшний день самый сильный самый быстрый обладатель самого крупного гвоздя в принципе на рынке некоторые из вас уже смотрели наш обзор на неллеры в предыдущих роликах мы его делали а тех кто еще не смотрел обязательно посмотрите который мы балуемся так скажем стреляем по фруктам овощам ягодам шариком и тому подобное так вот друзья если вы желаете чтобы этот агрегат поучаствовал в таком же тесте дайте активность этому ролику поставьте комментарий напишите в своем комментарии что вы желаете даже ничто обо что вы желаете чтобы мы постреляли мы постараемся учесть все ваши пожелания а и так обзор значит новиночка то нас по сути вот она визуально они нас абсолютно одинаковые значит у нас в кадре два практически одинаковых неллера этом так называемых серии fnn только здесь у нас fnn m18 fnn вот а это у нас моделька fnn 21 а данной модели еще нет в продаже к сожалению но она уже есть у компании импери инструменты мы первый русскоязычный обзор делаем на просторах ютуба вот иначе по самому агрегату что же его отличает от предыдущей версии fnn значит первое что на сильно его отличает это угол наклона самого магазина здесь он составляет у новой версии 20 21 градус у предыдущей версии 30 градусов да ну соответственно мы понимаем что добраться в какие-то труднодоступные места станет и станет еще легче это первый факт второй факт как я сказал ранее он обладатель самого крупного гвоздя максимальный диаметр гвоздя составляет 38 миллиметра до у предыдущего 32 ну и наверное конкурентов тоже идут в принципе 32 и так гвоздь крупнее угол наклона круче мы визуально видим что у нас теперь магазин выходит за рамки самого инструмента вот он визуально мы видим что магазин выходит за рамки самого инструмента ну технически иначе сделать было нельзя потому что вместительность магазина как и у предыдущей версии оставили прежней то есть 51 гвоздь влазит в магазин вот но из-за этого пришлось наращивать длину магазина к слову на рынке сша там я видел вообще вот такие вот вот там как хвост за собой тащит мастер вот естественно вся та же система одиночный выстрел серия выстрелов также вначале я сказал что он является самым быстрым товарищем да почему потому что у него абсолютно нулевое время перезаряда то есть будет стрелять с той скоростью с которой вы будете нажимать на курок то есть ну как минимум а выстрел в секунду то есть если сможете быстрее нажимать на курок окей будет лупить быстрее но виду размера этого гвоздя вот он а это 90 гвоздь на 38 виду размеры размер этого гвоздя я сомневаюсь что потребуется столь высокая скорострельность но тем не менее он делать это умеет регулировка тоже осталось в этом положении наращиваем убираем здесь все интуитивно понятно нос уходит вперед нос едет назад есть не такая небольшая особенность да то есть к сожалению магазин при магазин придется отстегивать а если вдруг не дай бог произойдет застревание гвоздя в основном это происходит из-за неправильного угла наклона при ударе или мы попали в предыдущий гвоздь но такие самые распространенные наверное случаи поэтому для того чтобы заменить нам придется открутить несколько винтов 1 и 2 вот для того чтобы полностью отстегнуть магазин тем самым высвободить гвоздь и вытащить его непосредственно отсюда вот значит по параметрам самого гвоздя у нас минимальный гвоздь идет на 50 миллиметров длина гвоздя максимальный 90 минимальный диаметр гвоздя у нас составляет 2 и 9 миллиметра да то есть потолок 38 диаметр шляпки но если кому-то это интересно потому что шляпка у нас уже полноценно круглая то есть не овальная никакая а это конкретно строительный гвоздь она у нас круглый составляет 7 миллиметров но это если вдруг кому-то потребуется тип гвоздя 15 к слову вот это тоже 15 тип гвоздя он идет у нас вот к этому нейлеру многим он тоже знаком 15 тип на то есть отличает их при выборе кстати когда будете выбирать себе гвозди смотрите не промахнитесь видим очевидную разницу двух одинаковых типов да но это у нас отделочный гвоздь а это у нас так назовем конкретный строительный гвоздь для сборки каркасника любого мото с помощью этой скорости можно вообще там за ночь собрать домами собственно хватит наверное о теории приступим мы пожалуй практике и проверим так ли он хорош как заявляет производитель и так друзья я готов к тесту да то есть первый тест мы посмотрим на минимальном значении его как я говорил дома наращиваем тем самым увеличиваем дистанцию вот бруса до самого пистолета но вот сейчас я буду держать его даже даже не держать смотрите мои силы удара на 3 видим на про чаще гвозди это у нас минимальное значение на 100 100 брус теперь выставлю потолок обратно угнали тем самым сократили до дистанции с левой руки погнали смотри утопил да насколько шляпка ушла и здесь смотри напоминаю брус у нас сотка гвоздь 90 так что дурь ему хватает прям что угодно любой каркасник нигде не подведет вот а с учетом того что это мелоки в принципе в принципе инструмент не вас не подведет вот теперь следующий как у меня одиночные стоят минималку проверил максималку проверил давайте мы и на что мы немножко побалуемся посмотрим что он сделает с доской если он что будет происходить если вы задумали когда между 40 или 50 40 доска все та же система осталось несколько гвоздей на и дальше он нам не позволяет производить до выстрелы не видно потому что почему чтобы не произошло затыкание гвоздя все взвели зарядили продолжили я думаю достаточно посмотрим что у нас с этой стороны получилось уф нашил смотри денис покажи как топит вот а у меня даже оператор немножко за переживал за счет того что запахло жены древесины то есть скорострельность так и настолько высока что он наверное ну по запаху слегка поджигает как будто древесину вот с этим мы закончим да то есть и давайте все-таки проверим вон насколько он быстрый потому что ну собственно я заявил о том что он самый быстрый для этого мы переходим мы выставляем максимальное значение по глубине не меняю здесь мы переходим в режим серии до ударов единицы но и теперь посмотрим готов погнали разорвал просто брус смотри просто в щи везде каждый смотри ёжика сделал прошил все каждый выстрел а друзья ну надеюсь вам было интересно и познавательно а еще раз напоминаю если вам действительно интересно посмотреть стрельбу из данного агрегата пишите пишите в комментариях вас становится все больше и больше не теряйте хватку мы ценим вас за это и стараемся снимать все больше и интересней на этом я с вами прощаюсь звоните в колокола пока